Вопреки бравурным заявлениям чиновников, трудовой конфликт на искусственном острове Дэм в месторождении Кашаган продолжается. Сегодня снова на работу не вышли сотни рабочих компаний Кейп Индастриал Сервис и Мон Пауэр Сервис. Повод для забастовки – распоряжение руководства об увольнении персонала по собственному желанию. Все это делается для того, чтобы не выплатить нам компенсацию. Компенсацию платят все другие компании, кроме Мон Пауэр и Кейп. Мы отказались писать заявление по собственному желанию. Они говорят, что тогда уволен по другой статье. Только после вмешательства прокуроров и властей они теперь обещают выплатить все деньги. Мы требуем выплатить компенсацию всем, кого уже сократили. Прокуратура ничего нового не говорит. В настоящее время по обращениям уже указанных работников компании Кейп и Мон Пауэр Сервис с привлечения специалистов проводится проверка. По итогам проверки будет приняты соответствующие меры. Первые забастовщики, а это 180 человек, прямиком направились к руководству, чтобы выяснить ситуацию и получить уведомление об увольнении. Эти документы помогут им позже потребовать компенсацию за сокращение. Прибывший сюда прокурор сразу уединился с руководством компании. После долгого ожидания бастующие начали штурмовать офис. Когда рабочие получили на руки документы, то были шокированы датами. Оказалось, по бумаге рабочие были предупреждены об увольнении еще в прошлом году, а по закону данный документ действителен месяц. Мухтар Щегибаев, представитель компании Кейп Индастриал Сервис, по трудовым отношениям объяснил это так. По поводу опечатки. Работы по производству и печати бланков уведомлений осуществлялись в ночное время в офисе отравок. Была допущена ошибка в написании типографического свойства. Однако компания оперативно на это отреагировала. Все неправильные уведомления были заменены соответствующими корректными текстами изложения. Компания еще раз хочет подчеркнуть, что будет исполнять все свои обязанности согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. И снова конфликт улажен, докладывают ответственные местные органы общественности. А по словам бастовавших, на острове Дени пустили почти половину наемных рабочих. Руководство, по всей видимости, боится продолжения забастовки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова